Мы купаться ходили. Я просто сидел на берегу. Друзья купались. Потом мы на великах катались. Мы пришли в школу, и там была линейка. Я был с большим букетом цветов. Он был тяжелый очень. Воспоминания – это самое дорогое, что осталось у 16-летнего Егора Основина от другой жизни, где он не просто ходил, бегал, стараясь успеть как можно больше. Около 10 лет назад веселый непоседа вдруг начал слишком часто оказываться на земле. Но никто из родных не мог и предположить, что обычная детская неповоротливость – первый признак неизлечимого недуга. Маленький камушек, он заткнулся, пал на колени. Не ревет, встает, идет дальше. Потом падает, щиколотки, вот эти места у него там были все сбиты. Он не ревел. Мы ему бинтовали уже на теле ноги в 6 лет. Конечно, мы переживали, потому что до нас как-то еще не доходило, что ребенок сидит инвалид на кресле. Как оказалось после обследований, особенным Егор был с самого рождения. Малыш появился на свет с редким генетическим заболеванием – миопатия Дюшена. Мальчиков с подобным диагнозом в России сегодня не более тысячи. И все они вынуждены однажды и навсегда оказаться в инвалидном кресле. Нарастает мышечная слабость, увеличиваются икроножные мышцы. И вот двигательная бездвиженность в среднем, опять же, происходит на 10-12 годах. За счет того, что мышцы слабые, повсеместно ухудшаются и дыхательные системы, и сердечные. Однако сбой на генном уровне не лишил Егора детства и друзей. С возраста мальчик становился все менее подвижным, но не растерял жизнелюбие и не разучился мечтать. Он научился играть в футбол пальцами рук. Когда же я забил уже на конец кул. Уже заберете опять-то? Мне не хватит. Мне нужен вот такой вот. Пинайся. Все, 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 все. Руководить шахматным войском, голосом. Смотри, к ним вот. И помогать всем, кто находится рядом, родным, друзьям и учителям. Тут надо цифр 3, а не 2. Ты что? Я его всегда приводила в пример, потому что дети, обычные дети, они ленятся, вот. Но им легче учиться. Они могут многое. Егор, конечно же, ограничен в своих возможностях, но несмотря на это, ребенок старательный. Даже для меня он и то пример. Пример какой-то выдержки, что ли. Эх, жизнь больна. Интернет-мем Егор, как и все его сверстники, произносит с сарказмом. Но только в его устах фраза из виртуального пространства обретает реальные очертания. Каждый день любое движение, вздох, слово дается мальчику с большим трудом. Все сжимается, легкие сжимаются. Кишечный тракт, там все это находится в деформируемом состоянии. Его будет все время больше и больше сворачивать. Масса все равно по-любому будет нарастать у него. У него и так уже, собственно говоря, искривление страшнейшее. Для того, чтобы сделать жизнь Егора комфортнее и остановить прогрессирующий сколиоз, мальчик нуждается в корригирующем корсете. Дискомфорт Егор чувствует и в положении лежа. Мальчик не в силах самостоятельно переворачиваться и плохо спит ночью. Быстрее заснуть удастся в специализированной кровати. Стоимость корсета и кровати – 175 тысяч рублей. Помочь собрать всю сумму семье Егора сегодня может каждый. Для этого достаточно отправить смс со словом «Чудо» и суммой пожертвования на номер 7878. Познакомиться с историей Егора. И оказать ему поддержку можно также на интернет-сайте www.helpdifuschildren.net. Сегодня именно ты нужен Егору Основину. Субтитры создавал DimaTorzok